Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Беспроводных наушников все больше, больше и больше. Разные производители, разные ценовые категории. Я тестирую модель от компании Nobby, Nobby Expert T110. Это беспроводные наушники, одни из первых в России с версией Bluetooth 5.0, то есть это до 30 метров радиус действия и, конечно, значительно более низкое энергопотребление, чем по сравнению с четвертым Bluetooth, в данном случае даже с 4.2. Наушники мне показались достаточно интересными, я их потестировал, сейчас распакую, расскажу, покажу, что это, что нравится, что не нравится, все как обычно. Приятного просмотра! Достаточно аккуратной картонной красочной коробки находятся сами наушники и зарядный блок. Это же такое слово есть Cradle. Суть в том, интерес в том, что, во-первых, он сам по себе не только зарядное устройство, но и, как сказать, наверное, по-простому, домик для наушников. Это очень удобно. Удобно чем? Когда мы наушники вытаскиваем, они автоматически включаются, они уже полностью заряжены. И второе, конечно же, очень важно, что заряжаются они очень быстро, всего за 10 минут, так как наушниках батареечка по 50 мАч. По времени работы написано до 3 часов, но я у производителя запросил точную информацию. И на максимальной громкости где-то полтора часа. На средней, как раз, может быть, до трех и будет именно время работы. Разумеется, это не просто наушники, это гарнитуры. И могу сказать, о звуке чуть поговорим позже, про Cradle. Про Cradle вот этот. Это очень удобно, то есть, действительно удобно. Поставили сюда наушники до небольшого щелчка. Они у нас заряжаются. Закрыли крышечку, убрали в карман. Здесь 1500 мАч. Это много. Это реально очень много. Сами наушники в воспроизведении могут до 45 часов воспроизведения музыки играть. Это многократная зарядка с помощью вот этого бокса. Это действительно очень круто. И самое важное, конечно же, то, что не нужно их отключать. На них есть физическая кнопка. Мы вытащили их из ушей, поставили сюда. Все. Наушники оба при том отключились. Когда мы их вытаскиваем, разумеется, наушники также включаются. Это очень удобно. Кроме того, все продумано. Если мы выключаем один наушник вручную, захотим их убрать не в зарядное устройство, а в карман, а каким-то причинам положить, мы выключаем один, второй также отключается. Разумеется, к телефону они подсоединяются, как к одному устройству. Ноби будет написано. То есть, в поддельности подсоединять их не нужно. Можно разговаривать. Самое главное, конечно же, можно принимать звонки, отвечать звонки. Есть одна кнопка большая, вот на самом наушнике, вот здесь. Это и есть кнопка. Если мы касаемся два раза, мы делаем громкость на левом наушнике вверх, или наоборот, на правом, по-моему, вверх, на левом вниз громкость. Если мы нажимаем три раза, то запускаем либо Google Ассистент, либо Siri. А если мы просто удерживаем длительное нажатие, то мы перелистываем трек назад или вперед, соответственно, на двух наушниках. Очень удобно, я считаю. В комплекте, кроме самого зарядного устройства, кредла, домика для наушников, самих наушников, идут также запасные амбушюры, кабель microUSB заряжается через microUSB. И, конечно, инструкция на русском языке. Компания Nobby, я почитал, что у них на сайте написано, она существует вообще с 2005 года, как производитель аксессуаров. Выпускает в этом 2018 году достаточно много разных продуктов, и зарядные устройства беспроводные, и наушников, всего много. Кому интересно, ссылку оставлю, посмотрите. Сейчас расскажу самое главное, конечно же, качество звука. По цене, когда я снимаю обзор, такие наушники стоят около 5000 рублей. По качеству звука все оказалось лучше, чем я думаю. Я не строю из себя какого-то большого эксперта, говоря о том, что я тестировал огромное количество наушников, но наушников беспроводных тестирую много. Оказалось все лучше. Попытаюсь объяснить это по частотам, как я обычно делаю в обзорах наушников, по наушникам. Высокие, средние частоты, голос особенно, передает хорошо. Низкие, но так как это наушники вставные, каких-то чудес здесь ждать не стоит, и беспроводные к тому же, но все равно все очень даже неплохо. Музыку я слушаю разную. В основном это танцевальная музыка, бывает что-то спокойное, то есть я не слушаю какой-то там рок тяжелый, хард-рок или классику, например. Поэтому сужу как, наверное, усредненный человек, потому что музыку слушаю разную, но повторюсь, танцевальная, средняя, спокойная. Мне понравилось. То есть ощущение, что, ну, играет вполне достойно, вполне хорошо, каких-то проблем. Не могу сказать. Было бы что-то не так, я бы вам не утаил, рассказал бы как есть. По качеству того, не по качеству, а по поводу того, как они в ушах не выскакивают, могу сказать, совершенно точно. То есть когда идешь, бегаешь, двигаешься, ходишь, понятно, что, ну, держится хорошо. И когда вы их подключаете, они объявляют о том, какой наушник подключен, левый или правый. Если по ошибке, например, поставили левый в правое ухо и наоборот правый в левое, то можете переподключиться мгновенно. Качество само наушников вот этих маленьких тоже хорошее. Ничего плохого сказать вообще не могу. Аккуратно все собрано. Да на этом, наверное, все. Подводим тогда итоги, мнения. Конечно, хорошо, что здесь пятый Bluetooth. Это до 30 метров дальность использования наушников, что, конечно, хорошо. Единственное, стоит учесть, что это 30 метров, это дальность одного наушника. Если двух, то до 20. Но все равно это много. Обычный Bluetooth там всего 10 метров. Это, конечно, низкое энергопотребление. Пятый Bluetooth. Это, конечно, неплохое качество звучания. Удобный домик. Уж я так по-простому его называю. Еще раз подчеркну, вы наушники снимаете, поставили его в этот кредл, закрыли. Все, индикация есть. Заряда, разумеется, сколько четырехзначные, четыре диода, сколько питания осталось в самом заряде. 10 минут, и вы продолжаете слушать музыку. Это очень круто. Реально круто. И ничего плохого про них вообще сказать не могу. Понравилось все. Прикольные, хорошие. Я бы сам такими вполне пользовался, если бы мне нужны были именно беспроводные наушники. На этом у меня все. Ссылку на официальный сайт, и где купить эти наушники, я оставлю под видео. А я же не прощаюсь. Говорю, как всегда, до свидания. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо. Счастливо.